Ребята, всем привет! И вы снова на канале Екатерина Корея. Я думаю, что многие, кто следят за нашим сообществом на YouTube, а также подписаны на меня в Instagram, вы уже знаете, у меня хорошие новости, так как моя мама наконец-то приехала, а мы не виделись с ней уже два года. Последний раз мы с ней виделись в 2020 году, когда Анечке было 7 месяцев. В то время мы прилетели как раз в конце ноября, начале декабря, и многие, кто живут в Владивостоке, да я думаю, даже на самом деле весь Приморский край был наслышан про обледенение. Мы попали вот ровно... Привет! Аня! Мы попали ровно вот на это обледенение. Тогда прошел дождь, тут же все замерзло, обламывались ветки. Я на то время сняла квартиру, это была снеговая пать, и единственный доступ от дома к магазину был по очень такой резкой высокой лестнице. Так вот, мы неделю не могли выйти из дома, потому что лестница была вся во льду, а Ане 7 месяцев, я носила ее в кенгуру, и я просто боялась, что я где-нибудь с ней упаду. В общем, это была... Саранья! Ты же моя сладкая! Вот, всем вам саранья! Аня сегодня очень любит обидная! Кидарю! В комментариях вы у меня уже несколько раз спрашивали о моих родителях, когда мы с ними все-таки собираемся увидеться, что мы с ними планируем, и я всегда вам говорила, что что-то делаем, но что пока не скажу. Вот, время настало, все готово, и теперь я могу вам все рассказать, ребята. Еще в сентябре мы обратились в компанию. Это компания юристов, которые помогают собирать документы на визу. Ситуация у нас была не самая простая, так как отец мне не родной, он меня не удочерял, и я боялась, что ему не одобрят семейную визу. Получили они, кстати, визу F1-5, это виза помощи по уходу за ребенком, и обычно, когда в семье только один ребенок, ее дают на одного члена семьи, то есть обычно это оформляют документы на маму. А у нас и мама, и папа, я, честно говоря, очень боялась, что у нас ничего не получится. Мы заплатили 3000 долларов в эту компанию, и вот с сентября мы занимались сбором бумаг. После того, как мы все собрали, была очень длинная очередь в консульство на подачу, мы ждали примерно месяц, наверное, или полтора мамины очереди, и в течение двух недель ей уже одобрили визу. С папой было все немного посложнее, так как он в это время находился в другой стране, и его визу одобрили только буквально неделю назад. Но мы уже купили билеты, и папа приезжает завтра, точнее прилетает. Мама в Корее заплывала из Владивостока на пароме, мы ее встречали в городе Донхэ, это 300 километров аж от нашего города, поэтому мы поехали за один день. Туда мы поехали в четверг после работы, и в пятницу мы ее там встречали. Кстати, мы встретились там с замечательной девочкой Катей, которая мама Сабины. Она нам помогла найти отель, она нас напоила чаем у себя в гостях, мы вместе покушали, поэтому ей за это вообще отдельное спасибо. Катя молодец. Вообще, когда я с ней познакомилась вживую, это оказалось настолько милое создание, что я надеюсь, мы еще с ней не раз увидимся. Но сегодня нам нужно сейчас быстро доделать все наши бытовые дела и укладываться спать, так как в аэропорт ехать очень рано. У отца прибытие стоит на 9.55, я думаю, выезжать нужно будет где-то в 8.30, потому что если утром будут пробки, то мы можем опоздать. Также из-за приезда мамы у нас произошла дома небольшая перестановка, теперь компьютерная комната стала комнатой родителей. Я им отдала всю мебель, которую смогла. Единственное, что шкаф придется, наверное, купить, так как сюда вместилась только мама, но папа также привезет свои вещи. Я думаю, поставить им вот сюда шкаф. Далее, что у нас стало с моей мастерской? Ребята, это отдельная история, это прям депрессия в моей жизни. Муж переехал на место моей мастерской, я убирала отсюда все столы, все шкафы, всю свою смолу. И пока вот этим делом я приостановила занятия, потому что сейчас тут обитает мой муж. Аня пока спит со мной, вот этот вот красавчик спит на диване в зале. Вот его законное место. Ребят, все не так просто. 15-го числа, как только я получу зарплату, я закажу Айнивать сюда вот детскую кровать. Эта кровать будет из серии нашего шкафа. То есть там будет примерно такой же фурнитур. Это будет непростая кровать. Вот тут я вам ее покажу, как она примерно будет выглядеть. Единственное, что я предполагаю, скорее всего, скорее всего, скорее всего, на это будет тяжело осуществить. Вот этот шкаф я хочу перенести вот на эту сторону. А вот сюда вот поставить кровать, так как она все-таки пошире, чем шкаф. И кухню переместить туда, в ноги к кровати. Но это пока... Мои же вы громкие. Это пока только в задумках. Купили ей тортик, а там прям свечку можно задувать. Прямо на нее дуешь, и лампочка тухнет. Вот такая вот забавная штучка на тортике. На носик ему нажимаешь, свечка загорается и начинает петь песни с днем рождения. А вот когда вот в эти дурочки дуешь, она тухнет. Она... Вот так вот. Классная игрушка. А самое приятное, что я приезжаю с работы, у нас теперь дома всегда есть покушать. Мама готовит. Моя мама очень вкусно готовит. И самое, знаете, что удивительное, она готовит корейскую кухню тоже. Она любит очень корейскую еду. И сегодня она нам сварила кимчи-чиги. Это корейский суп из кимчи. Аня нажарила... Простите, пожалуйста. Аня нажарила лапшичку с мясом, но она не учла, что Ёш у меня тот еще гурман. Вон, видите сегодня? Школа художеств у них там была. Ёш у меня тот еще гурман, и она не стала кушать. Лапшичку она кушала рисик. Также мама привезла нам очень много вкусняшек. Что-то мы уже, ребята, съели, а что-то я подарила девочкам. Но самое главное, это киндеры. Нормальные шоколадные яйца в фольге. В Корее только пластиковые. И было очень много вот таких вот разных наборов, но я уже все пораздарила, все понадарила. Ну и что меня, наверное, больше всего удивило, я попробовала добрую колу. Не знаю, мне показалось, что на вкус то же самое, но моя свекровь не стала пить. Она сказала, что она не такая. Ну, я и не настаивала. Кто там? Кто там? Кто там? Здрасте, это мы. Это мы? Ломаем вашу эту технику. Мама говорит с Аней по-русски какие-то слова, на корейском. Что-то она еще у меня знает. Кстати, самое удивительное, что Аня понимает русский. Ну, по мере своей возможности. Аня, 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 Иго, нугая? Нугая, Иго? Кто? Иго, нугая? О, Иго, нугая? Иго, нугую? Иго, нугую? Бусаныма, хальмони. Хальмони. Так и живем. Хальмони, чего? Хальмони. Попо. Ты где? Хальмони, попо ухеди? Попо ухеди. Так и скажи давно, погоди, да? Идет. Вот так и живем. Масинга, могу я. Вкусненько? Хальмони, мочо са? Иго, 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 боя? Масинга, иго, боя? Масинга, а? Канде, иго, боя? Йогурты. Йогурты. Моя ж ты, дорогая. А что сама йогурт не пьешь? Чё это? Джус. Джус? Молодец, пятерка. Мама чуть-чуть, кстати, знает корейский, потому что она по молодости была в Корее раза три, наверное. Три? Три. Три. По старости. По старости? Ладно, такая же, она у меня старая, есть всего 45. Ягодка. Всё. Мама переняла все мои должностные полномочия, все мои обязанности. Вон туда стоя. Бабушка теперь нас и купает, и кормит, радость-то какая, да? Тихо, не сглазь. Бабушка сейчас замочат, и всё. Маленький снайпер. Вон туда, вон туда, стреляй. В меня не надо? А, да. Ребята, всем доброе утро, и мы уже почти приехали в аэропорт. Наверное, только мы могли проспать в тот день, когда нужно было забирать отца, так как он уже вышел из самолёта, а мы ещё в пути. В общем, нужно было лезть вчера пораньше, но мы ответственно подошли к ситуации, и до пяти, до шести утра, наверное, просидели в телефонах, поэтому бузильник садра мы не услышали. Сейчас мы быстренько собрались, отвели маленькую в садик, и уже едем. Несмотря на дождик, погода радует, так как сегодня плюс десять. Вообще, эту неделю в Корее было достаточно тепло. Началась, я так понимаю, что оттепель, но думаю, что к Салалю, к Корейскому Новому Году, должен всё-таки выпасть снег. Ну, по крайней мере, в том году очень много осадков выпало на этот день, так что я ещё жду, зиму ещё жду. Как там красиво! Смотрите. Нам на гейт-и, на последний, поэтому я подбежала специально для вас, чтобы снять. Посмотрите, как красиво ребята всё сделали. Монитор. Прям красота. Мой папа ещё раз доказал, что он гениальный человек. Мы ждали его на выходе. Он вышел вообще с другого выхода и зачем-то ушёл на остановку. А мы стоим и ждём. И он пишет, а я на автобусной остановке, понимаете? Я... Мам... Так, тихо, мама. Мама матерится. Всё, я убегаю, мама злая. Вот тут, наверное. А ты сколько стоишь уже? Ты час, наверное. Час стоишь? Да. Ты шутишь? Да нет, конечно. Ты серьёзно? Нет. Хансыган, я гейт-пайляр. Нет. Урина, хансыган. Смотри, на самолётскую. Мама разозлилась. Мама папе говорит, почему ты не сказал, что ты уже вышел. Он говорит, откуда же я знал, что я должен был сказать. Понимаете, это коротко о моём папе. Час простояли, прождали, а он час просидел на улице. Хорошо, что сегодня плюсовая температура, а не минус. Он бы ещё и промёрз. Не успели отъехать, уже что-то случилось. Полицейская? Да, она ура. Ну? А, у него, да, и вот, получается, как у нас. Нет, ну это белая. Ах! Ну, а у тебя что? Ой, как так-то. И-и-и! В машине полиция? Три. Ой, ужас какой. Я надеюсь, со всеми всё хорошо. Всё, приехали кушать. Не знаю, что будем кушать. Муж не спрашивал, просто привёз нас. Смотрите, огородик с салатиком. Красота какая. Тут заказываешь не отдельно, порционно, а сетами. Вот такими на два человека, на три человека. Мы заказали вот этот на четыре человека. Там вся разница, что тут мясо хрюньки, а тут говядина. Рисик с фасолью. Осьминожка. Я не разбираюсь в корейской кухне, но, насколько я знаю, они, когда готовят рис, они потом делают рисовую водичку. То есть муж сказал достать весь рис в тарелочку, и сейчас он мне зальёт. Это полезно? Чтобы легче было быть. Папа! Для чего ты это делаешь? Очень хорошо объяснил. Будем считать, что это полезно. Сейчас Аня первый раз встретится с дедушкой. Что-то мне подсказывает, что это будет провал. Аня, ты не можешь? Папа, ты не можешь? А ты что, подойти не можешь? Я говорю, что ты работаешь? Нет. Я не хочу, что я работаю. Аня, ты работаешь? Ты работаешь, не можешь? Кого вы ещё сюда приведёте, а? Вы просто посмотрите, сколько киндеров привёз Аня папа. Я вообще в шоке. Но мы ей много не даём. Мы даём одну штучку в день после садика, и всё. Чтобы не привыкала. Да? Ещё если кто-то так же, как и я, не видел, я хочу показать, какие красивые денюжки папа мне привёз с Казахстана. Вы же помните, что я собираю разные купюрки. И, ребят, я вот честно хочу сказать, несмотря на вот это вот огромное количество, казахские 20 тысяч, это просто самое красивое, наверное, что есть в моей коллекции. Посмотрите, какой у неё шикарный рисунок. Я когда увидела, я просто замерла в восторге. Как всё блестит красиво. Какие птички. Прям много у меня разных, но вот эти 20 тысяч, это просто самое лучшее. Ещё мне мама подарила, по-моему, рубль советский. А, вот такую вот юбилейную сотню она мне дала. И сейчас покажу ещё одну прикольную купюру. Один рубль из СССР. Ну, а всё остальное я вам уже показывала. Я не знаю, вот я знаю. А, ну и прятки, это вообще номер один. А вот это. А, ну и прятки. А, ну и прятки. О! А, хальмани, хальмани, ты не смазывай туда. Что? Все стеснения у Ани уже как рукой сняла. Смотрите, уже бежит, играется с дедушкой. Всё у них хорошо. Дурдом просто. Столько людей, так непривычно. Если мыть попу, то только всей семьёй. Да? Ну что, ребята, восемь часов вечера. Они поиграли минут пять, и нам опять начали названивать соседи, что у них дети спят. Я не знаю. С одной стороны, я хочу их понять, потому что дети это тяжело. Маленькие дети это тяжело, тем более у них двойня. А с другой стороны, не совсем понятно, что мне делать с этой информацией, так как на часах только семь вечера. Ребёнку ещё нет даже трёх лет. Она активная, она хочет играть, веселиться. А мне нужно весь вечер следить, чтобы она где-нибудь не топнула, не прыгнула. Тем более у неё в гости приехали бабушка с дедушкой. И в этом плане очень тяжело. Но самое обидное в этой ситуации, что матрасы мы купили за огромные деньги, и получается, что они не помогли. Но я думаю, что всё равно что-то немного соседка снизу лукавит, так как там не такой сильный топот. Мы уже созванивались с своим мужем, мы проверяли. Когда Аня прыгала, она специально прыгала по матрасу, он говорит, не громко, но так отдалённо слышно, что кто-то топает. Но при этом сама женщина, его жена, она говорит, что очень громко, до такой степени, что у неё просыпаются маленькие дети от Аниеного топота. Я думаю, скорее всего, из-за того, что у неё двойня, которым ещё только месяца 2-3, возможно, она не досыпает ночью, и просто её нервирует этот звук. То есть я процентов 90 склоняюсь к этому варианту ответа. Но в любом случае ругаться я с ними не хочу, поэтому мы с ней переписываем себе смс, когда я всегда извиняюсь, пытаюсь успокоить Аню. Но я надеюсь, что чуть-чуть дети подрастут, и она немного меня поймёт.